всем привет с вами кекс и сегодня я по вашим многочисленным просьбам обновляю свое видео о моем бисквите который я всегда делаю светленьким ванильненьким для торта то есть для этого нужен совсем небольшой экономичный перечень продуктов то бишь молоко мука разрыхлитель 4 яйца сахар ванильный сахар обычный и сода я сейчас заменила разрыхлитель полностью на часть разрыхлителя часть соды вот но об этом дальше об этом все расскажу для начала нам нужно отделить белки от желтков то есть все делаем очень просто очень быстро как вы это любите как вы к этому привыкли белки отдельно скидываем стаканчик он они нам понадобятся чуть позже вы очень просили снять видео без всяких обрезков ускорений и прочих замен чтобы было понятно что я ничего не добавляю прям супер сверхъестественного что у вас там что-то не получается то есть смотрите последние лет пять я такой бисквит делаю как минимум несколько раз в неделю и тут он у меня никогда не упал ничего посмотрите я же не делаю ничего очень серьезного вам вам просто нужно повторить и все то есть щепотку соли благодаря ней она будет действовать нам как абразив и вначале начнет наши белки хорошо взбиваться кто-то ложит лимонную кислоту но я не люблю она тоже просто действует как абразив но я не люблю зачем нам лишняя кислота в бисквите то есть это глупо а благодаря соли она такое как объем вкуса придает вместе с сахаром вот вы еще увидите я буду ложить немного меньше сахара потому что я уже рассказывал кто смотрел мои предыдущие видео там где тортики и все остальное я все свои бисквиты пропитываю сиропом сахарным то есть пускай это будет там с какой-то настойкой с коньяком там неважно но просто там как бы тоже присутствует много сахара поэтому чтобы не забивать количеством сахара в самом бисквите я буду добавлять немного меньше в сам бисквит но об этом чуть чуть позже ну собственно вот у меня в стакане здесь 120 грамм сахара по сути если вам нужно делать бисквит просто вы его будете кушать с чаем там или еще что-то возьмите 150 грамм сахара это стакан то есть это практически полный стакан граненый ну и если у вас там нестандартные стаканы там 200 250 300 грамм посмотрите соотношение продуктов просто в интернете пробейте сколько грамм сахара в стакане то есть это очень просто я добавляю ванильный сахар немножко тоже там тоже так как есть сахар вот и взбиваю дальше то есть здесь уже никаких сложностей не предвидится здесь просто мне нужно взбить ровно до того момента как у меня растворится сахар мне часто задавали вопросы вот а и чтобы белки не перебить сколько бить и девочки вот за пять лет честное слово я не знаю что такое перебитые белки с сахаром если перебить их отдельно то есть бить без сахара они могут разойтись клопьями но сахаром они могут стать только плотнее но вы почему-то когда взбиваете на пасху сверху вот это то что глазурь вы мажете вы же не думайте о том что она перебьется и пойдет у вас хлопьями чем дольше вы взбиваете тем просто она станет плотнее то есть никаких проблем абсолютно в этом процессе возникнуть не должно я взбиваю ровно до того момента как у меня растворится сахар что я увижу нет у меня крупинок если вам нужно вот вы видите масса еще у меня жидковатая то есть она у меня стекает с венчика я вас специально периодически показывал как бы консистенцию мы бьюнку то есть периодически вы можете сахар братью капельку белка между пальцами перетирать как бы пробовать если крупинки сахара потому что если сахар не раствориться бескит будет не такой сладкий потому что сахар будет внутри бисквита как бы растворяться такими крупинками и просто в этой крупинке будет сладко сам бисквит не очень будет сладкий и плюс на нем будут такие белые точечки это значит что у вас сахар не совсем до конца растворился извиняюсь за то что так долго взбивают я белки то есть я говорю уже что я видео решила не обрезать ничего чтобы вы видели и по времени по всему остальному сколько я это делаю чтобы бисквит для вас это был одним из самых простых рецептов потому что для меня он такими есть для меня это уже как стандартный рецепт чик-чик 10 минут поставила в духовку и еще полчаса и все готово вот видите уже держит форму уже острые пики на бисквите есть то есть он уже стоячий такой то есть сахар у меня растворился и бисквит у меня уже о бисквит господи белки у меня уже стоячие именно сейчас все будет происходить очень быстро смотрите я здесь буду добавлять где-то треть пакетика разрыхлителя разрыхлитель у меня если я не ошибаюсь 5 грамм там в пакетике вот но я так на ощупь плюс-минус треть пакетика всыпаю если вы не хотите добавлять соду просто всыпьте пол пакетика разрыхлителя на 4 яйца если вот делаете так как я то есть я делаю часть соды часть разрыхлителя то собственно смотрите мне еще сюда на 4 яйца понадобится 1 3 чайной ложечки соды я вступаю столовую ложку и буквально мне нужно влить туда ну не знаю ну может пол чайной ложки уксуса чтобы погасить нашу соду в нашем бисквите нет никакой кислоты которая погасит соду и чтобы не было никакого запаха я это все гашу уксусом не подойдет лимонный сок не конечно вы можете погасить лимонным соком но полностью сода не погасится и прикус останется смотрите то что не было прошлом бисквите я просто влила желтки и буквально буквально три круга миксером я сделала для того чтобы у меня просто пожелтела наша масса ничего долго не взбиваем буквально вот просто желтки разошлись все я больше ничего не трогаю чтобы масса моя не упала и не стала жидкой сейчас нам нужно 150 грамм муки на один бисквит на 4 яйца в одном стакане 130 грамм то есть я вот 130 грамм просеяла и еще мне нужно 20 грамм но я вот так вот на глаз это где-то плюс минус так может попробовать стакане я не буду играть я в общем берете на глаз еще плюс-минус 20 грамм вот чуть-чуть вы взяли и все то есть много вам тоже не нужно чтобы ваш бисквит не был как лепешка все-таки там должен быть воздух и дальше все очень просто вы перемешиваете наши нашу часть на яйцах в общем с мукой нам нужно чтобы именно сейчас у нас разошлась мука обязательно пропускайте муку через сито потому что здесь на этом этапе будет очень сложно тогда комочки муки растереть не одна подружка говорила растирай по стенкам ну тогда у нас упадут все пузырьки растирай по стенкам вот вы видите у меня уже мука разошлась но масса такая плотная и красивая я вливаю 50 грамм молока молоко я не грею конечно можно его нагреть но я никогда не заморачивалась то есть она что так что так всегда получается хотите можете там в микроволновке быстренько подогреть там 10 секунд это молоко чтобы она была теплая и вас очень быстрая реакция соды с теплом пойдет и очень быстро у вас начнет подниматься бисквит но у меня он поднимается и так то есть пожалуйста полет фантазии здесь у меня кольцо я по моему если не ошибаюсь на 21 22 сантиметра расставляла по моему 21 сантиметр у меня здесь вот если вы делаете на 6 яиц то есть бисквит который я показывала прошлый раз то что я делала на 6 яиц вот то это на форму чтобы хватило на три коржа на весь торт то бишь это на форму 24 сантиметра у меня здесь так как на четыре яйца и я хочу чтобы у меня просто получился такой тортик чаю я взяла форму 21 сантиметр чтобы у меня точно получился как бы высокий красивый торт а не маленькая лепешка тоненькая и поставила я свой бисквит на 180 градусов на полчаса потом убавила температуру до 120 и еще десять минут пропекла и получился у меня вот такой вот ровненький бисквит я тут постаралась снять поближе чтобы видно было но ну кое где 6 сантиметров кое-где 6 половиной то есть вот такой вот у меня получился бисквит бисквиту нужно перед тем как вы будете с ним работать хорошо отстояться конечно в лучшем случае это 12 часов почему я люблю печь бисквиты на ночь в моем случае он постоял всего лишь два часа я начала сладко поэтому немножко еще крошится но хочу вам разрезать и показать вот он пористый рыхлый нежный красивый совершенно не пахнет яйцами то есть пахнет ванилькой очень вкусный то есть пожалуйста пробуйте и я уверена что у вас все получится вот я его разрезала на три части из этого я уже отлично сложу тортик то есть я сейчас вам покажу пару фотографий это просто для себя так сказать сложила тортик из этих бисквитов выложила просто киви с апельсинами и посыпала капельками шоколада то есть ничего сложно просто и украсила сверху натуральными сливками пробуйте с вами был кекс подписывайтесь на мой канал ходите в мою новую группу вконтакте буду рада вашим отзывам и отвечу на все вопросы которые возникнут пока пока